Сошедший с ума Путин, собирается объявить оккупированную часть Молдовы, так называемое Приднестровье, своей территорией, и потом напасть на Молдову. Сегодня стало известно, что 28 февраля, во время съезда депутатов всех уровней, оккупированное Приднестровье может обратиться к Москве, с просьбой о вхождении в состав РФ. А уже 29-го, Пукин объявит об этой просьбе перед Федеральным Собранием, и там примут решение удовлетворительно. После принятия Приднестровья, Путин в тот же день обвинит Молдову в блокаде территории РФ, и под классическим предлогом защиты русскоязычного населения, нападет на Молдову. Из-за невозможности высадки десанта, Пукин начнет ракетные обстрелы ее территории, и обстрелы беспилотными системами типа шахет. О планах России напасть на Молдову в ближайшее время, стало известно недавно, 15 февраля, из уст преступника Лаврова. В частности, Лавров внезапно начал обвинять Молдову в том, что она взяла прозападный курс. И судя по его тону, несложно понять, что они что-то замышляют. Молдавское руководство, конечно, не является никаким самостоятельным механизмом. Это очередной геополитический проект Соединенных Штатов и Евросоюза, коллективного Запада. И полное подчинение воле своих хозяев госпожа Санду и ее кабинет, включая и нового министрационного дела, демонстрируют ежедневно, в самых разных ситуациях. Назвали Приднестровский регион, как я понимаю, в своих доктринальных документах, документах враждебным пророссийским анклавом, не хотят возобновлять равноправные, нацеленные на урегулирование контакты с Тирасполем. И в целом, в отношении той же Гагаузи, они объявили, что никаких не будет дотаций из государственного бюджета тем регионам, которые против сближения с Европейским Союзом. Это что, демократия разве? Одновременно с тем, Путин попытается поднять мятеж Гагаузов на юге Молдовы и малоросов на севере. Также Путин планирует задействовать для атаки Молдовы – имеющейся войска РФ. Кроме того, он объявит военное положение в Приднестровье и всеобщую мобилизацию. Оккупированное Приднестровье, в то же время, станет еще более опасным для нас. По этому поводу необходимы срочные решения с нашей стороны, а также подготовка к вооруженному столкновению со стороны Молдовы и Румынии. Освободить оккупированное Приднестровье мы предлагали давно, но Молдова этого всегда боялась. Теперь независимость Молдовы может оказаться под угрозой. Поэтому Румыния должна развернуть все имеющиеся комплексы ПВО и сбивать все, что будет лететь на Молдову. Путин окончательно слетел с катушек, и заигрывание Запада перед этим ничтожеством, хорошим не закончится. Все с точностью повторяется, как было перед нападением РФ на Украину. Сначала Пукин якобы принял в свой состав оккупированные территории, а потом сразу напал на Украину. С большой долей вероятности, то же самое произойдет с Молдовой. Поэтому нужно готовиться к еще одному столкновению. Предположительно, атака на Молдову может начаться уже в первых числах марта. Будет задействована вся агентура, пророссийское население, группировка Приднестровья, а также ракетные удары с целью бегства президента Майи Санду. Не исключается, что Пукин рассматривает и другие варианты ее устранения. Когда с Майей Санду он все решит, в кресло президента посадят какого-то российского клоуна, который также захочет присоединить Молдову к РФ. Так что в Молдове должна быть объявлена готовность номер один, и все планы диктатора должны быть сорваны. А еще лучше, дать Украине зачистить оккупированное Приднестровье до самого съезда, то есть до 28 февраля, и действовать нужно быстро, иначе может погибнуть много людей.